МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Элта представляет Диачеллендж. Единственный в своём роде проект, участниками которого стали 9 человек с диагнозом диабет первого типа. Я, наверное, более открытая стала, и ещё я собранная. Я выдерживаю паузу перед едой, после подколки инсулина. У меня практически пропали гипогликемии. Это процесс трансформации длиною в полгода. Первые три месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога. Таракана. Четыре ножки. Управление сахарным диабетом – это навык. Это такой комплексный большой навык. Второй этап – три месяца самостоятельной работы, без экспертов. У меня аж очки запотели. Реальные истории. Реальные преодоления. Я оттронулся, господа просяжные заседатели. Реальные победы. Реалити-проект о жизни людей с диабетом. Диачеллендж. Когда человек хочет, он может всё, он может свернуть город. Мы бросили себе вызов, а ты? Сегодня в загородном доме шестая общая еженедельная встреча. Участники Диачеллендж подготовили вопросы, обсудить которые, по их мнению, будет важно и полезно. Общение с экспертами проекта было решено провести в формате круглого стола. Уважаемые эксперты и участники проекта Диачеллендж, мы начинаем наш круглый стол. Первый вопрос задаёт участница Нюра. Пожалуйста. Диагноз «сахарный диабет» Нюре Шариковой поставили, когда ей было 4 года, в 1989-м. О такой болезни вообще знали даже врачи единицы, очень долго не могли понять, почему я худая, ну, похудела, высохла прямо. Пришли к врачу, и врач говорит, она так резко похудела и много пьёт из-за того, что у неё или сахар, или глисты. Мы сдаём кровь, и всё. То есть я даже не понимала, что такое сахарный диабет. И вот как будто вся жизнь так тык-тык-тык-тык и начала сыпаться. Я когда в больнице лежала, и вот была мама с маленьким ребёнком, ну, тоже 2 или 3 годика ей, я просто видела, как у неё сердце разрывалось, когда она глядела на свою дочку, там, впервые делала ей уколы, потом она её обучала, вот эту крошечку. Для большинства родителей диагноз хронического заболевания на всю жизнь – это потеря того будущего, которое есть в представлениях у родителей по отношению к своим детям. Сахарный диабет, как правило, завершает эти надежды, да, потому что, ну, многое меняется в жизни. И многие родители достаточно остро переживают это состояние. Когда нам поставили диагноз, я 2 года плакала. То есть реально ревела на каждое упоминание о диабете, ревела, потому что я не знала, какое будущее. Была чудесная книга Касаткиной, где было написано, что вашему ребёнку от момента постановки диагноза срок жизни отмерен 21 год. Пройдя уже очень большой путь, вот что бы я всё время говорю, я бы не плакала эти 2 года однозначно, лучше бы это время отдала ребёнку. Сейчас Нюре 33. Сфера деятельности, пиар-технологии и связи с общественностью. Общение с людьми и работа с текстами для неё как воздух. Один из новогодних подарков своим родным и близким я сделала небольшой такой сборный через своих записей. Домашние посиделки здесь, чисто истории, воспоминания о моей жизни. О моих братьях, о моих родителях. То есть это вот о моей семье. Собственный диаблог. Путешествия по миру, походы, оформление фотоальбомов. Жалею, что в сутках не 27 часов, а если бы 30 было, то это вообще лучше. Моя мечта. Времени катастрофически ни на что не хватает. Я Серёга. Мой любимый Серёга. Серёга меня во всём полностью поддерживает. Также он заставил меня снять видеоролик и отправиться на одео-челлендж и участвовать в этом проекте. Первая реакция Нюры – жаль упускать лето. Надо было определяться – традиционный отдых на природе или ежедневная работа на проекте над собой. Нюра выбрала второе. Теперь мы здесь. Каждое воскресенье. И в палатках, и с рюкзаками. Красиво. Я не всё знаю, я не всё умею. Как раз на проект пошла тоже одна из причин научиться. Потому что, когда, опять же говорю, я заболела диабетом, врачей у нас не было. И моим родителям, и мне пришлось всё эмпирическим путём до всего доходить. Вместе с родителями маленькая Нюра училась на глаз определять количество хлебных единиц в продуктах. Методом проб и ошибок подбирать дозы инсулина. Распознавать уровень гликемии крови. В детстве, когда у нас ещё не было глюкометров, но о том, что такое гипогликемия, знали уже врачи. Мои родители проверяли меня так. Они брали мою руку и держали. То есть идёт, по телу идёт дрожь. В руках была дрожь. То есть родители уже знали, что у меня гипогликемия, и мне надо что-то дать. В принципе, ощущение гипогликемии, его перепутать с чем-то сложно. Ты его ощущаешь. Хотя диабетики с большим стажем, как-то вот эти вот грани и чувствительность, она стирается. Но если мы говорим про гипергликемию, когда сахар у нас высокий, то, в принципе, можно это и не почувствовать. У меня полинейропатия, то есть у меня полностью отсутствует чувствительность к сахару. Поэтому я доверяю на 100% глюкометру. У меня может быть сахар от 2 до 20. Я буду чувствовать себя, к сожалению, одинаково, что так, что эдак. Поэтому в этом плане полинейропатия у меня, наверное, последние лет 5-6. И с этого времени у меня тотальный контроль. Мы сейчас благо живем в то время, в которое есть все для того, чтобы контролировать сахарный диабет. У нас было намного меньше возможностей для того, чтобы компенсировать заболевание. Сейчас этих возможностей с каждым днем все больше и больше. Мы начинали со свиных инсулинов, а сейчас это уже совсем другие инсулины. Нет этих шприцов, которые кому-то когда-то приходилось там кипятить. Ну, в общем, это совсем другая история. Вопрос у меня будет о гипогликемии, алгоритм купирования гипо, как ее купировать. И что делать, если ты на гипопереел? На гипопереел? Да. Спасибо, да, за вопрос. Ну, стандартное купирование гипогликемии, если это не ситуация, которая приводит уже к состоянию, когда ты сам не можешь даже открыть рот и влить туда то, что считается доступным, это обычно 200 миллилитров сока, то, соответственно, средним двух хлебным единицам это то количество, которое требуется для купирования гипогликемии. В принципе, также можно делать это и с сахаром белым, но я не очень люблю, все-таки я люблю хотя бы этот сахар растворить. Многие купируют медом. Я тоже советую этого не делать по возможности, но если, конечно, ничего нет, то можно купировать медом. А так, по большому счету, сок самая такая, мне кажется, оптимальная история. Я слышала о таком правиле, но довольно широкое звезд, правило 15. То есть, если происходит сахар ниже 3,9, то нужно принять 15 грамм любых быстро усвояемых углеводов. Через 15 минут поверить сахар, если он снова меньше 3,9, то повторяем это до тех пор, пока сахар не будет выше 3,9. Но это уже как бы схема поэтапная, это дополнение очень хорошее. Вот вы сказали, 200 грамм сока, да, это 2 хлебные единицы. Одна хлебная единица в среднем поднимает на 5 моль, соответственно, 200 поднимут 2 хлебные единицы на 10. Это неправые. Даже если у вас агрега 2, то, соответственно, меньше 4 не поднимают. Нет, это, в твое место, в твое место, твой и вес, тут от веса очень сильно зависит. Ну, в среднем, на самом деле, единицы не поднимает на 1 моль. На 2 моль тоже она не поднимает. На 2, у меня на 2. Нет, в среднем, в среднем, в среднем, поднимает на 2. В среднем, на пол. Ну, надо хорошо понимать, что да, у кого-то это может поднимать и на 5, и на 5, и на 5. Обычно… Таковое количество купирования это ты уже перелил. Да, значит, смотрите, на самом деле, что должен врач сообщить. Целевые показатели по гликемии. И по-хорошему для каждого это может быть история совершенно разная. По экупированию в том числе. Когда стоит выбор сок или шоколадочка? Да, по-хорошему не нужно экупировать, потому что в шоколаде есть что у нас? Белки с жирами, да, и, соответственно, это будет дольше экупирования. Ну, хорошо, произошел факт, переел. Надо колоть, подкалывать сразу же или как? Ну, тут, опять-таки, я бы не стала на этот вопрос общий отвечать, потому что у всех все очень по-разному. Потому что кто-то может эти гипо ловить несколько раз в сутки и постоянно доедать. У нас тоже есть такие проекции. Поэтому здесь индивидуально, мне кажется, тоже лучше обсуждать, какая тактика. Лучше выбрать ту тактику, чтобы, соответственно, этих гипогликемий не было и не было этих перееданий. Вообще, первое, что мы делаем, мы стараемся при компенсации диабета не сахара снижать, да, гипоубирать, которые зачастую приходят из-за того, либо неправильно сразу подбор терапии, либо неправильная инъекция на понижение. Да, очень сложно, когда ты в ночи трясущимися руками, ты ничего не считаешь, ты просто обнаруживаешься там сидящим где-нибудь на полу, и вокруг тебя лежит что-то валяется, какие-то обертки, и ты думаешь, господи, сколько же я переел-то выше 15 грамм. Ты только поедешь, тебе говорят, боже, мне не помогло, а прошло 2 минуты-две, а ты только не будешь снова, а он продолжает еще 3 секунды, поэтому это и важно. Да, 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 выдержит это очень сложно, но надо терпеть. Я начала достаточно много делать нового. Например, после инъекции инсулина перед едой я выдерживаю паузу. Самое важное, я не знаю, как у тех, кто молодой, кто заболел только что диабетом, но у старичков очень много стереотипов, в которые они свято верят и не могут переступить через них. У меня таким стереотипом было время введения инъекции инсулина. То есть вот у меня длинный, в одно конкретное время я его делаю, и все. И я даже, мне в голову не приходилось, что я могу как-то его подвинуть. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы прислушивайтесь. Анастасия мне сразу, как только я зашла к ней в кабинет, она сказала, все, меняем время введения продленного инсулина. Сахара, конечно, другие, картина другая. Вот, вот, то есть проект ломает стереотипы, закостенелые стереотипы, которые они все-таки у меня есть. Что могло здесь быть, да? Вот разбираем данную конкретную ситуацию. То есть сахар 11,8, ты делаешь на понижение 2. Проходит всего лишь 15 минут. Конечно, он еще не снизился, чтобы ты понимала, но он не снизился. Пошла, скорее всего, тенденция, но ты начинаешь снова наедать. Давай посмотрим еще, что ты ела. Это в 22,00. Что ты тут ешь? Что ты написал? Апельсин. Еще и апельсин ешь. Что такое апельсин, да? Фруктоза фруктозой. Ты на него, соответственно, сделала, ну, как бы, чуть даже больше. Для чего тоже, правда, не очень хорошо, мне понятно. Если ты уверена в том, что данное количество инсулина сможет тебе снизить этот сахар, то зачем тогда сделать сторону большей? Сторону большей ты делаешь, потому что у тебя ручка всего лишь такая. Ну, как бы, возможно, нет. Но ты тогда и съедай, и думай о том, что ты ешь. Просто к чему могла эта ситуация привести, да? Она открыта. Она открыта, в принципе, для этих знаний. То есть есть какие-то моменты, которые она в процессе болезни сахарного диабета уже имеет, какие-то понятия. Но, к сожалению, не хватает этой ей для компенсации заболевания. Мы переходим к Василию. И вопрос Василию задает Дима. Пожалуйста. Национальное выгодание при сахарном диабете. В принципе, как понять, что это начинается? То есть, да, это я объясню, например, когда ты очень долго уже живешь с этой болезнью, компенсируешь, и в один момент просто, ну, надоедает. Просто устаешь от этого. Как понять, что это пришло, и как можно с этим справиться? В основе эмоционального выгорания лежит усталость центральной нервной системы. Эта усталость связана с тем, что идет большая нагрузка. И здесь в помощь приходят наотропные препараты. Это незаменимые аминокислоты, это витамины группы В, это препараты магния. Такая фармакоподдержка. Это только при консультации врача осуществляется. Это психоэмоциональное истощение возникает на какой почве? Оно всегда возникает на основе избыточных эмоциональных переживаний. И здесь вопрос, что не устранив причину чрезмерного эмоционального реагирования, ожидать того, что причина будет устранена этой нагрузке, не приходится. Поэтому вопрос психоэмоциональной регуляции, выработки навыков психоэмоциональной регуляции – это стратегическая цель, а симптоматическая терапия, симптоматическая помощь наотропными препаратами при этом необходима просто. Вот сочетание двух вещей – это обучение себя при помощи специалистов, приемом психоэмоциональной регуляции и наотропная поддержка. Спасибо. Вопрос будет адресован эксперту Алексею. И вопрос будет задавать Дмитрий, пожалуйста. Алексей, подскажите, каким образом компенсация диабета или введение инсулина влияет на рост мышц? То есть мы знаем, каким образом инсулин влияет на рост мышц, либо на жиросжигание? Да. Ну, смотрите, инсулин у нас анаболический гормон. То есть это гормон пепитной природы, который отвечает за транспорт всех питательных веществ в клетку мышечную или жировую. Соответственно, зная эти факторы, можно регулировать свой внешний вид. Соответственно, есть определенные схемы, кстати, они достаточно опасные, когда при наборе на мышечные массы люди ставят, люди даже без диабета ставят инсулин перед тренировками и потом в течение тренировки едят, ну, скажем, аминокислоты разные. Едят просто углеводы для пополнения мышцами гликогена. Потому что мы знаем, что при тренировках у нас активно гликоген расходуется. Соответственно, люди едят углеводы и за счет инсулина улучшают компенсацию гликогенов мышцы. Соответственно, мышца не устает, не истощается, и у нее больше питательных веществ для роста. Есть обратная сторона. Инсулин – это антагонист гормона роста, стомотропного гормона, который отвечает как раз-таки, ну, отчасти отвечает за жиросжигание. И поэтому, если у нас в фоновом режиме идет инсулин во время тренировки, процесс жиросжигания не будет останавливаться. Потому что в любом случае, если есть дефицит по калориям, жиросжигание будет происходить. Но этот процесс может немножко замедлиться. Поэтому там очень важно ловить пики. То есть не должна тренировка приходиться на пик инсулина. Ед ли как-то декомпенсация, в частности, выраженная на скорость приведения себя в форму, скажем это так? То есть если человек с хорошей компенсацией и с плохой компенсацией, допустим, выполняют одно и то же, выполняют правильно, при этом будет ли разница у них в прогрессии? Будет. Человек с хорошими компенсациями всегда будет прогрессировать гораздо быстрее. Но опять же, человек с плохой компенсацией не будет не прогрессировать вообще, он будет прогрессировать. Но это будет немножко усложняться разными осложнениями. И, ну там, скажем, болячками диабета, которые возникают при высоких сахарах. Также низкие сахара, если мы говорим о похудении, сахар упал на тренировки, мы, соответственно, едим сахар. Едим сахар, а это... То есть у нас жиросжигание происходит за счет чего? За счет первого мы истощаем гликоген из мышц, после чего организм переключается на второй источник энергии, это жиры. Пока этот первый источник энергии у нас присутствует в организме, организм никогда не начнет сжигать жиры. Поэтому мы вроде как бы сжигаем гликоген, силовой тренировкой интенсивной, и здесь же подъедаем сахар снова. То есть мы восполняем запасы гликогена и не даем организму возможности брать энергию за счет жиров. Поэтому если нет компенсации хорошей, то и процесс будет немножко медленнее. По упражнениям. Канаты. Ну видели, да? Раскручиваем. Девочка, возможно, будет тяжело, берем просто один канат и одной рукой ее. За эти полтора месяца улучшения есть у каждого участника, у кого-то больше, у кого-то меньше. Три, два, раз, начали. Вероника говорила, что она, в принципе, ненавидит спорт. Изначально у нее стояло три треемвки в неделю, а после чего Вероника подошла ко мне и сказала, что ей недостаточно нагрузки, она хочет немножко увеличить. Все стараются выполнять задания. Понятно, что кому-то они даются тяжелее, кому-то проще. Давай еще разоку. Раз. Все. Нюра такая прям... То есть на ней можно пахать. То есть Нюра очень, очень хорошо выдерживает большую нагрузку, очень выносливый у него организм. Это заслуга моих родителей, которые следили за мной, возили меня раз в год на море летом и раз в год в санаторий вывозили. Специальный санаторий для детей с сахарным диабетом в Ессен-Туках находится, с санаторий имени Калинина. С раннего детства Нюра наравне со взрослыми ходила в походы. Родители решили, ребенку с сахарным диабетом необходимы постоянное движение и свежий воздух. У меня был рюкзачок из-под противогаза. В нем лежал горшок, ложка и картофельный. Мы пошли в зимний поход. Ну, то есть мне было тогда два года. Ну, вот с этих самых пор я, наверное, выезжаю за город с палатками. Возникают, конечно, трудности, если в плане диабета. Не всегда удается правильно почитать хлебные единицы. Не всегда ты можешь угадать. Многие диабетики, ну, в принципе, как и я до проекта, зачастую определяли количество хлебных единиц, углеводов на глаз. То есть на глаз иногда ты прикидываешь правильно, иногда неправильно. В последнюю свою вылазку я взяла весы, чтобы взвешивать каждый кусочек шашлыка, который съела, все это записывать. В своем блоге Нюра рассказывает о жизни с диабетом. Ошибок не стесняется. Напротив, говорит о них открыто, чтобы предостеречь других. Пишу о том, где во Вьетнаме можно поесть дешево, вкусно. Ну и одновременно говорю о том, что хлебные единицы я здесь почитать не могу. Не могу, потому что я забыла, честно говоря, я забыла свои весы. Если бы были весы, то я бы могла взвесить хотя бы, например, что-то сладкое, если я ем. Фрукты, опять же. Имидж заядлой путешественницы привел к тому, что Нюру забрасывают вопросами. Как она переносит длительные перелеты, хранит в жарких странах инсулин? Адекватно ли относятся заграничные таможенники к ее чемодану, забитому геопринадлежностями? Как проходить на таможне со всем своим оборудованием, с помпой, с шприцами – это очень актуальный для многих вопрос. У меня проблем никогда не было. У меня всегда спасала кодовая фраза «А им диабетик». Все таможенники, они, в принципе, об этой болезни знают. Отправляясь в поездку, я всегда беру с собой запасы и инсулины, и тест-полосок. Я беру глюкометр, я беру дополнительный глюкометр, если что-то случится с этим глюкометром. Я беру запас батареек. Это лучше брать с собой в ручную кладь, не отправлять в багаж, потому что багаж может потеряться. Багаж могут украсть элементарно. Могут отправить не тем рейсом. Еще, что я всегда с собой беру в поездки, это вот такой вот браслет, силиконовый браслет, где написано, что у меня диабет первого типа. Не дай бог что-то случится. Вот такие штуки должны быть на виду. Следующая участница, Лена, задаст вопрос эксперту Анастасии. Пожалуйста. Анастасия, у меня вопрос недобора суточного клаража. Как влияет недобор суточных калорий и может ли это замедлить снижение веса? Спасибо за вопрос. Вы думаете, что я сейчас вот вам каждому дам какой-то определенный клараж? Вы с ним останетесь на очень длительное время. И поэтому все действия ваши сейчас направлены на то, чтобы удовлетворить сегодняшнюю свою нужду по вот этим килокалориям, которые подобрали мы. Соответственно, подобрать под это дозировки инсулинов и так далее, и так далее. Я вас смею заверить, что эта история ненадолго, они будут меняться всегда, потому что активность, которую мы уже разбирали, коэффициент активности, которые мы как бы ознакомились, они будут на протяжении вообще вашей жизни всегда меняться. Например, ну вот рассчитали калораж, ну человеку уже 1500 нужно есть, да? А он не может это есть. Вот чем чревато ему это питание оптимального калоража? Тем, что вес не будет уходить, если говорим про вес. А ну ведь дефицит же еще, даже больше дефицит. Ну будет все равно? Нет, конечно же нет. Все равно организм будет просить все. То есть он как мишка берлоги, как я всегда говорю и сравниваю, он, соответственно, будет это все запасать. А если человек наедается 1200, а ему человеку больше 1500, прям нужно себя заставлять это есть? Потихонечку, ну очень потихонечку, очень потихонечку. Я иногда даже наоборот не додаю какое-то время, говорю, ну хорошо, не можете, не ешьте, будем не додавать вам. И, соответственно, потихонечку потом, знаете, иногда это вот прям по ложке, да? Особенно тяжело в данной ситуации с женщиной где-то после 40, когда все хотят нравиться своим мужьям. А он еще весь на тестостероне, у него еще поджарывает пресс. Да, ну как бы, ну это вот, это вот, это действительно. И они приходят с цифры по калоражу 700, друзья, реально 700, 750, 800, вот такие вот калоражи. Они не понимают, почему они не худеют. Тренажерный зал она ходит, с мужем по утрам она вокруг садового там участка, соответственно, бегает, так же с нее ходит. Что я дополню еще? Могу бы, Маша? Просто почему так бывает, что не хочется есть? Когда долго сидеть в такой калорийности, то есть базовый обмен веществ у нас замедляется. И этот замедленный обмен веществ, он не даст просто, ну, как он может дать хотеть есть, если вы будете хотеть есть и при этом не есть? То есть у вас будет обмен веществ, который раскручен, вы будете худеть, но при этом не давать еды. То есть организм просто умрет. И он тем самым обезопасивает себя, замедляя обмен веществ. И вы никогда не будете хотеть есть, если вы не начнете давать ему его норму, которая ему требуется. Любыми способами, через силу, добавками. Это не только для набора, для снижения массы тела. В первую очередь, причем, для снижения. Да, для набора там совсем другие, там вообще другие объемы. Там по большому счету для набора мы приходим к уже точно допам каким-то по белковым коктейлям и так далее. Невозможно сесть просто. Потому что невозможно сесть в такое количество, просто невозможно. А про снижение веса это очень тонкая грань. Если есть дополнительный вопрос у участников, пожалуйста. Да, у меня какой-то вопрос. Если ты не находишься в процессе похудения, чем чревато, грубо говоря, ну, не знаю, тысячу калорий в день? Откуда делась? Это 1200, 1200 в конце. Во-вторых, если ты не находишься в процессе, ты просто не можешь, ну, не хочешь, не можешь, 1200 в конце. Все зависит от того, какая активность. То есть, если нет никакой активности, грубо говоря, мы сильны на копе, то 1200 это минималка для женщины. 1000 в 1200. Меня мои учителя учили 1200 цифр, это известная всем институтом для критологии. Я наделась 1200, почему 1200 в конце я считаю? Просчитан основной обмен, что, в принципе, женщины при плюс-минус среднего, да, как бы, роста, веса и нулевого коэффициента тактильности, да, метаболизм так устроен, что женщине нужно где-то в среднем 1200, а мужчине 1500. Анастасия, спасибо. Следующий эксперт, который будет отвечать на вопрос, это будет Василий. Вопрос от самой юной участницы проекта Дио-челлендж. Анастасия, пожалуйста. Василий, у меня такой вопрос. Как диабет влияет на психику и какие могут быть последствия? Есть люди, для которых заболевания, в том числе сахарный диабет является вызовом. Да, и они свою жизнь организуют в соответствии с преодолением этого вызова. А есть люди, для которых болезнь является проклятием. И, соответственно, это проклятие настигает их жизни и приносит соответствующие плоды. Понятно, что некупируемое, неуправляемое состояние, оно приводит к органическим поражениям. Да, потому что избыток глюкозы имеет свои последствия для сосудистой системы. И все осложнения, как вы знаете, при сахарном диабете, они такого очень сосудистого происхождения. Все, что связано со зрением, с нарушениями, которые называются общим словом энцефалопатия, то есть страдания головного мозга. И исходы достаточно разные. Но вопрос состоит в том, что есть шанс, и кто-то пользуется этим шансом, а кто-то нет. Известно, что те люди, которые научились управлять сахарным диабетом, по статистике, общей демографической статистике, они живут дольше, чем условно здоровые люди. И живут они дольше и качественнее именно за счет того, что у них в связи с сахарным диабетом возникла необходимость, и они ее реализовали, управление своим состоянием. Это должен быть спорт, это должна быть компенсация. Это надо столько держать информации в голове. Просто так, чтобы позавтракать, пообязать или поужинать, должен произвести какие-то нереальные расчеты в плане, это не просто там углеводы, белки, жиры, как они среагируют, как они у тебя поднимут, в зависимости от времени суток, в зависимости от твоего состояния. Возможно, ты болеешь, возможно, нет, возможно, ты понервничал, возможно, ты порадовался, возможно, выброс адреналина. А что ты делал вчера, как это могло повлиять на сегодня? И эти мысли, они 24 часа в сутки с тобой. Именно это мы и показываем людям, что, несмотря на все это, мы живем, мы радуемся жизни. Я просто чувствую, что я превращаюсь в другого человека. Я уже похудела, уже подтянулась очень здорово, выносливость у меня повысилась. Я стала делать то, что никогда не делала за 30 лет стажей диабеты. И со временем я замечаю, что стало гораздо легче, чем было в начале проекта. У меня только одно пожелание. Быть верным себе в том, чтобы быть дерзким. И ставить цели, которые находятся чуть-чуть дальше вашего привычного взгляда, ваших привычных представлений. Это проект Диа Челлендж. Продолжение следует. Героиня Диа Челленджа Нюра – любительница активного отдыха. Несмотря на диагноз, она постоянно путешествует. В таком ритме женщина живет уже много лет. На своем примере Нюра еще раз доказывает, что сахарный диабет – это не приговор. С этим заболеванием можно и нужно жить полноценной жизнью. Главное – делать все грамотно. Никто не запрещает людям вести активный образ жизни. Это поощряется вообще-то. Не важно, болен ты, здоров ты, не важно, какое у тебя заболевание. Если ты запланировал свой отдых, именно запланировал, к нему нужно подойти серьезно. Отдых может быть в пределах страны, это может быть поездка за рубеж. Тут есть свои особенности. Если человек перемещается самостоятельно в пределах страны, на машине, бывает кто-то едет на велосипеде, желательно с собой всегда иметь документы, в котором будет написано, что у человека сахарный диабет первого типа, что в лечении он получает определенные инсулины. Плюс еще, может быть, какие-то расходные материалы, в зависимости от того, как этот инсулин он себе вводит. Это могут быть шприц-ручки, может быть помповая инсулинотерапия. Сегодня это достаточно распространенная история. Вот такая вот ситуация. Затем, что он должен иметь с собой достаточное количество инсулина. Лучше взять про запас, потому что путешествие дело такое, что мало ли что может случиться. Может, он запланирует продлить данный отдых. Достаточное количество инсулина, в среднем еще плюс где-то 20%, потому что обычно он берет на определенное количество времени. Должна быть правильная еда. Правильная еда – это человек должен понимать, что раз он поехал на отдых, это не значит, что шведский стол надо будет есть все. Или если он питается самостоятельно, то это тоже не должны быть просто какие-то перекусы, легкие, непонятно, какими-то продуктами из типа фастфуда. Это крайняя ситуация. Каждый день это кушать не нужно. Затем должны быть быстрые углеводы с собой. Как правило, это может быть просто сахар, могут быть конфеты, но не на сахарозаменители. Кроме того, сейчас вообще для удобства есть декстроза, таблетки дозированные, в которых, в общем-то, указано, сколько хлебных единиц в одной таблетке, сколько нужно принять этих таблеток, быстро рассосать, чтобы купировать какое-то острое состояние, например, состояние низкого сахара, гипогликемии. Кроме того, глюкометр с собой обязательный. Лучше взять еще запасной, потому что, мало ли что, может случиться в дороге батарейки. Это тоже иметь с собой. Кроме того, конечно, было бы неплохо, если бы человек посмотрел на сайте или поинтересовался, какие ближайшие клиники, где специализированы медицинская помощь именно по эндокринологии. Мало ли, какая ситуация, но вдруг он заболеет, в конце концов, куда он должен обращаться, чтобы ему помогли. Путешествие замечательно, и человек привык к физическим нагрузкам, к активному отдыху. Значит, он знает, что он делает. Значит, это не случайно какая-то ситуация, что он до этого не занимался спортом, а тут он приехал на отдых, и начались какие-то активные перемещения. То есть, плавание прям вот активное, чего раньше не было, велоспорт или разные другие, в общем-то, водные или неводные интересы. Ну, то есть, человек должен подойти к этой истории ответственно и понимать, что принимает решение только он. И чем больше информации он с собой взял в помощь, тем будет проще при возникновении любой ситуации. Что еще? Ну, если вы перемещаетесь теперь, например, на поезде или на самолете, то есть момент, когда вы проходите контроль. Ну, больше это касаемо, конечно, авиалинии. Поэтому в ручной кладе у вас, помимо справки, которая подтверждает ваше заболевание, и перечень, где написано, что вы принимаете, какие расходные материалы, в ручной кладе у вас, в ручной кладе, именно у вас должен быть инсулин, глюкометр, запас игл. Ну, ребята поймут, о чем я говорю. Иглы, с помощью которых они делают себе инъекции инсулина. Или расходные материалы на помпу. Дополнительно все это должно быть в ручной кладе. Потому что багажное отделение, ну, во-первых, температурный режим там разный, да? А инсулин любит определенную температуру. Это написано не только в инструкции, об этом мы все время говорим. Кроме того, это бьющийся, в общем-то, состав. Поэтому нужно очень аккуратно с этим всем быть. Ну, и, соответственно, глюкометр с собой тоже все это в ручной кладе. При прохождении вы просто предъявляете справку и осматривают ваш инсулин. Помпа, как правило, не снимается. Этот аппарат находится все время на пациенте, хотя ее можно снять. Но, как правило, проблем не возникает. Субтитры создавал DimaTorzok